доброго времени суток уважаемые подписчики гости страницы хотел бы сегодня рассказать как я обещал в предыдущем видео по поводу прикормки на данный момент я собираюсь на карася приготовил один из своих вариантов это самая универсальная для многих будет для этого понадобилось 1 килограмм пшенки грамм на 350 жмыха грамм 300 где-то перловки одну пачку геркулеса пшенка варится отдельно в кастрюле до готовности должна быть развалена отсыпчато вот варится отдельно пшенку не пшенку а перловку я готовлю отдельном месте сормыхом завариваю так часть пшенки у меня не влезло пришлось переложить в это соседнюю кастрюльку таким образом две кастрюли разбил получился на две кастрюльки ну и геркулес геркулес я скидываю отдельно в тазик в котором в дальнейшем будет перемешиваться каш каш высыпается из двух кастрюль сюда в тазик грубо говоря и перемешивается как это все дело дружно делается отдельно вот кастрюлю засыпаем заливаем воду стоя на плиту доводим до кипения высыпаем туда перловки перловую крупу во имя на протяжении где-то получаса до дому ханя среди на минимальном газе вода закипела пшенку за этим шоку перловку закинула чуть-чуть далее закипеть газ убавляем варим далее и ну пшенку соответственно все наверно как варить заливается вода закипает добавляется каши высыпают весь пакет 1 пакет хватает одного пакета пшенки 1 пакет пол пакета жмыха пол пакета переловки и пакет геркулеса среднем где-то это хватает вот я думаю красивую рыбалку мне этого должно хватить часов на пять шесть ловли среднем темпе то есть грубо говоря это один перезаброс пинге полчаса минут сорок сорок пять то есть средний клев если будет активно соответственно мне этого не хватит на данный момент сейчас погода стоит не устоявшиеся постоянно идут дожди на протяжении более недели уже идут дожди лью дожди рыба не стабильно практически отказывается питаться для этого не хватит берусь с собой пойду пять пингов 5 камушек грузовую то есть камушках 30 буду ловить на пруду на пруду она миссия для уже выкладывал видео поэтому выдаем два видео на канале на данный момент а кого уже на поэтому красиво самый стандартный сам универсальный прикормка является жмых по карасю жмых это лето это весна по осени более себя работоспособность зарекомендовали это анис анис на данный момент сейчас пока показать не могу у меня его нет он и закончился на предыдущей рыбалке с добавлял так основные ингредиенты как я говорил это каши составляющих не так много все просто это варится завариваться варится до тех пор пока не вывариваются вода только вода чуть-чуть видите чуть-чуть остается в кастрюле газ выключаете и оставляете набухать то есть она стоит шума она втягивает себя влагу ну и соответственно впитывает влагу она осталась такой рассыпчатая может быть он вязкий очень вязкий тягучий шелковский крепко для ловли вот допустим стоячей воде я сильно вязку кашу не делаю там буду дать снимать видео по поводу прикормки на акун которая готовлю на вещах на вещах на подлечку на всю белья она идет на белую рыбу на фанеру там уже более подробно расскажу там побольше составляющих компонентов вот ну так то особо секретов никаких нет все это все посыпается в одну емкость перемешивается все делал дружно такой у нас лобочек получается сейчас попозже чуть-чуть лопатку можно сделать дружно разбить почему добавляю геркулес геркулес втягивает лишнюю влагу грубо говоря каша получается не такая основательно крепкая как необходимо для течения соответственно рассыпчатая при падении на дно она будет лежать и разваливаться тем самым привлекая рыбу и течение нам этого не надо нам нужно чтобы коровка того скажешь постоянно высыпали белую пшенку дали высыпаем уже удачных сложных перелуху и жимы оба не хочет она взять не так так далее берем ушку не обойтись немножко прикипела нормально скрываем все за стену кастрюльки засыпаем все тазик тазик у всех дома есть чтобы приготовить засыпается суда потом так ну и соответственно все перемешивается в конце должна получиться каша рассыпчатая все так как мы сейчас будет на антики сложно сделать нет стараешься отдел покажу кашу горячую необходимо дать оставить там на протяжении здесь холодные места в квартире лучше балкон в этом плане балкон выставить буквально пятнадцать на двадцать она остывает какая-то вязка прошелся в этот раз я думал что даже часов на пять как на данный момент она клюет рыба хватит на долго и долго и долго долго ловить на особо денег на 5 не выходит закончилась у нас запретка наконец-то ждал ее поскольку я себя отношу довольно таки лояльно кстати за верхом уважаю природу ресурса природу дали время отнеститься к красе хотя он считается не очень пустой альтергированная рыба и за него как правило не гоняя и надзор не доказывает вот во время запретки ловила я больше трех спинков с тобой не брал сам большой на три было кто показал практикой вход 20 по 100 фестов клевать не клюет он не будет брать а если он берет вот так поездил в салтыковку видео у меня по нему не осталось по салтыковке как не интересно получится у меня доехать я сниму вот там карасин ведет совершенно по-другому 4 спиннинга на одного это нереально в режиме нон-стоп поэтому очень тяжело ловить первый раз приехал потратил прикормки на килограмм 6 на 4 спиннинга буквально часа за три расстрелял у меня все карасин мелкий неинтересно чисто прогуляться если вот так не творить там рыболовного хочу 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 половить можно да спортивный интерес там особо нет на миссии есть крупный карась я сам в принципе видел как крупный грамм 450-500 такой ну добрый ловить приятно но как я понял в качестве исключения попадается не более каша получилась вязкая рассыпчатая не получилась для того чтобы сделать все более рассыпчатой можно добавлять еще раз сюда еще больше 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 геркулеса на геркулеса у меня на данный момент нету в принципе смысла нету чем больше будете добавлять тем больше получится с пробием вот этого хватит где-то примерно ориентирующим надолго на очень-очень долго если обратили внимание стоит ароматик у меня ваниль у меня с Дунаев кстати говоря не в рекламу будет сказано но ребят мне она больше нравится есть пеликановская но пеликаны как-то ну не очень вот это более концентрированная штука более проверено вот наки добавляю наки хорошо идут вкусы если получится там прикуплю покажу еще точно такая же упаковка только надпись не ваниль а шоколад и тути-фрути очень хорошо лечь здорово обзывается на нее становится лечь платва подлеща густерка подходит к расписанию в принципе все что я хотел вам сказать если вас заинтересует пишите на странице под видео подписывайтесь на канал лайки, антилайки кого какие вопросы интересуют задавайте отвечу в принципе так все подписывайтесь с вами ваш сирен фокс я думаю ничего нового для вас не открыл но те кто новички те кто начинают поймут поймут какие составляющие если что распишу под видео если тому что надо всем удачи не хвастанье чешуи